Как снизить спрос на психотропные вещества и усовершенствовать систему реабилитации, сегодня обсуждали в Доме правительства. Глава республики провел очередное заседание антинаркотической комиссии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Количество преступлений в наркосфере увеличилось. В республиканском МВД завели более тысячи дел. Чаще всего правоохранители пресекают попытки сбыта наркотиков. Криминогенная обстановка обострилась в Новочебоксарске и Канаше. Только за два месяца в Канаше количество зарегистрированных наркопреступлений выросло в 4 раза. В Новочебоксарске почти на 2,5 раз. В связи с этим главам органов местного самоуправления необходимо до конца апреля взаимодействовать с территориальным органом внутреннего дела, дополнительно проанализировать состояние дела в сфере борьбы наркопреступностями. Поставить надежный заслон наркоугрозе может помочь только эффективная профилактика. Хоть и медленно, но количество злоупотребляющих психотропными веществами в республике сокращается. Сегодня мы понимаем, что если человек заболел, необходимо огромное количество финансовых средств времени на лечение и реабилитацию. У нас 1506 человек в группе профилактического наблюдения, чтобы вот эта категория граждан с каждым годом становилась меньше и меньше. Но если сравнить с цифрой 2016 года, то у нас отмечается уменьшение числа больных наркомании на 15,9%. Показатель первичной заболеваемости наркомании ниже 2016 года на 10,5%. Это у нас 21 человек. Это связано с организацией раннего выявления потребителей. Для реабилитации тех, кто уже перешел черту, в бюджете республики предусматривают немалые суммы. Остаются вопросы к властям муниципалитетов. Касаясь уже тех программ, которые есть, муниципальное образование должно актуализировать. Прошу тоже отследить, какие мероприятия они должны включить, подсказать им для того, чтобы, вот я говорю, чтобы в сельских районах, я вот поднимал вопросы, в отдельных сельских районах никогда не было проблемы наркоты. Но, к сожалению, в отдельных районах два раза, в отдельных районах три раза. В группе риска по-прежнему молодые люди. Незаконный оборот наркотиков все чаще привлекает школьников и студентов. Проведение профилактических мероприятий в ряды ради образовательных учреждений не способствует выздоровлению ситуации. Проведение данных мероприятий образовательных учреждений привлекались подростки, занимающие активную жизненную позицию, поведение которых не требует коррекции. Минобру, Минкультуры, Минтруду, прошу учесть, вот эти высказывания, эти предложения. Чтобы вовлечь их в другие интересные, востребованные мероприятия. На проблемы указывают и медики. Госпитализировать наркоманов без их добровольного согласия сейчас запрещает законодательство. Сотрудники правоохранительных органов доставляют лицо в состоянии наркотического опьянения, но он у нас находится в группе рисков, потому что отказывается подписывать информированное добровольное согласие. Из года в год количество этих людей у нас остается, составляет практически 48-49%. Чтобы предоставить медикам больше полномочий, необходимо менять нормативную базу. Члены комиссии обратятся к депутатам Госдумы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спилидонов. Республика.